всем привет друзья с вами влад хариган врач медика своего инструктор по тактической медицины и сегодня мы поговорим про интересную новинку от компании vartek и пи 126 инди классная поясная сумка максимально минималистичная мне честно очень понравился дизайн потому что в ней нет никаких ненужных элементов сумка подразумевает ношение и на встроенном поясе пояс никак не снимается только если вы может быть захотите срезать его он снимется есть большой fastx который позволяет ее быстро сбросить в случае необходимости fastx дублирован вот такой вот стропой с велкро для того чтобы случайно предупредить случайно и и спадание сумки есть несколько карманов один карман задней прилежащий близко к телу для документов допустим паспорт очень удобно туда положить и есть большой центральный карман про который мы поговорим чуть чуть попозже вообще сумка подразумевает что это параллельно и можно использовать как кобуру для пистолета если вы такой крутой у вас есть пистолет я вам лично завидую и есть еще наружный карман которым нет никакой организации туда тоже можно сбросить всякую мелочевку допустим налодный фонарик ключи от дома обычный фонарик зажигалку сигареты в общем все что вам больше нравится поговорим про центральное отделение ребята меня спросили как можно ее наполнить какими медицинскими частями медицинского снаряжения я рекомендую наполнять такие сумки что же поговорим что из медицинского снаряжения я вот вижу должно находиться в этой сумке на самом деле сумка подразумевает что у вас будет собой какой-то необходимый минимум для оказания помощи самому себе или своим близким случае возникновения какой-то чрезвычайной ситуации и чаще всего этим необходимым минимумом в гражданской жизни и конечно в около военных условиях является средство для остановки кровотечения в первую очередь это турникет либо жгут допустим если вы являетесь поклонником старой школы и хотите с собой носить жгут и жгутов я бы мог рекомендовать вот силиконовые жгуты допустим силиконовый жгут от гипоглосса либо какие-то альтернативы примерно эти оба компонента медицинского снаряжения сопоставимы по размеру и могут быть размещены в сумке как вертикально с использованием одной из строп в центральном отделении не хочется чтобы при извлечении у вас чтобы что-то дополнительно вылетал из сумки допустим если вы ее открыли просто достать свой крат классный пистолет из нее чтобы что-то оттуда вылетело поэтому таким вот образом можно разместить ничего никуда не девается даже если вы будете очень быстро бежать с этим и в случае необходимости вы можете это быстро извлечь и этим воспользоваться дополнительно к жгутам или турникетам нужно что-то что поможет вам остановить кровотечение из тех областей в которых они не очень хорошо работают допустим это область плеча подмышки паха ягодицы в этих случаях вам может потребоваться либо просто марля для тампонирования вот такого формата либо какие-то продвинутые средства остановки кровотечения которым относится допустим quick load combat гаусс это гемостатик который нанесен на похожую марлю внутри эти средства вы также можете разместить допустим если у вас уже размещен здесь турникет или жгут воспользуйтесь широкой резинкой небольшой лайфхак не говорите производитель что я вам это сказал здесь можно немножко отпороть и кастомизировать под себя вот эту резинку чтобы у вас поместилось все что необходимо для вас положите максимум средства для остановка кровотечения жгут турникет сюда и дополнительно вам желательно здесь иметь перевязочный пакет типа израильского это может быть вот такой классический вариант по форме и размеру который тоже сюда удобно поместится допустим вместо пистолета если у вас еще нет пистолета если место в сумке уже заканчивается вы можете туда положить перевязочный пакет старый израильского образца в котором находится обычный бин только помните здесь эластичный он много места занимает здесь находится обычный занимает меньше места выбирайте то что вам больше нравится то что вам больше по вкусу либо же вы можете туда положить прям конкретный большой перевязочный пакет зафиксировав его в нижней части сумки и при этом сумка у вас все равно будет закрываться все это удобно кастомизируется располагается под ваши нужды так как вам комфортно от себя учитывая свой опыт я бы мог вам порекомендовать все таки также положить в подобную сумку средства для борьбы с пневмотораксом к ним относятся окклюзионные пластыри их желательно иметь два в комплекте есть вот такой вот вариант он более компактный это от prometheus а есть варианты типа нар лиф которые чуть больше по площади занимает но их тоже удобно расположить в этой сумке допустим в дополнительном кармане сзади вставить их сюда они оттуда не будут выпадать также в гражданских условиях вам может пригодиться маска для проведения сердечно-легочной реанимации потому что наружное кровотечение да это опасно это убивает людей но чем больше возраст человека тем больше вероятность столкнуться с какими-то проблемами со стороны сердечно-сосудистой системы и в этих случаях допустим случае жизнеугрожающих аритмии либо остановки сердца вам может пригодиться маска для сердечно-легочной реанимации для выполнения искусственного дыхания изо рта в рот также из лайфхаков что еще вам могу сказать есть вот такой вот классный жгут это жгут сват он широкий резиновый и его там достаточно большое количество он может быть использован не только как жгут для остановки кровотечения с магистральных сосудов но и для наложения давящих повязок тоже очень удобная тема и вообще у него много разных применений поэтому однозначно могу рекомендовать для таких и 10 наборов перчатки ножницы все в ваших руках можете положить это в юпи 126 индия чтобы у вас все было под рукой когда вам это пригодится берегите себя